Студия «Медиакнига» представляет Гай Юлий Орловский «Любовные чары» Исполняет артист Пётр Таганов Часть первая, глава первая Во дворе перед главным зданием дворца Музыканты в праздничных одеждах играют бравурно-бодрое, Три пары придворных церемонно вытанцовывают, Как журавли в свадебно-ритуальном Всё мирно и светло, Никакого предчувствия близкой войны Справа и слева у двери башни Рундельштотте Двое королевских гвардейцев В красных мундирах поверх кираз При моём приближении подтянулись Крепче стиснули украшенные золотом древки копий «Спокойно, ребят», — сказал я, — «свои» Один ответил почтительно «Глерт-улучшатель, вам всё открыто, нам сообщили» «И не только сюда открыто», — сообщил я скромно «Но обойдёмся без подробностей, остальное додумывайте» Один распахнул передо мной дверь, Но второй зыркнул поверх моей головы И вскрикнул испуганно «Дракон!» Я развернулся Высоко в оранжевом небе парит зелёный, как лягушка-квакша, дракон С широко распахнутыми крыльями Я бы, увидев без подсказки, решил бы, что ястреб или коршун с такой странной расцветкой Но оба стражника смотрят с ужасом Хотя дракон на таком расстоянии страшным не смотрится Худой, с тонкими костями и непропорционально огромными крыльями Вынужденными держать немалый вес в воздухе «Это нарушение», — сказал я сквозь зубы «Наших священных воздушных границ» Надо заявить решительный протест Они продолжали смотреть, как заворожённые в небо А я вбежал в башню и понёсся по винтовой лестнице Фицерой резко обернулся на треск распахнувшейся двери Ладонями тнулась к рукояти меча Рундельштотт испуганно вскинул голову Оба мирно наслаждаются жареным мясом Столько что испечённым душистым хлебом Запивают вином «Тревога!» — крикнул я «Неопознанный дракон в небе!» «Фицерой, хватай мешок и бегом за мной!» Фицерой вскочил Вскрикнул ликующе «Вот это жизнь!» Рундельштотт не успел раскрыть рот Я выбежал До крыши не так уж далеко Два-три оборота на винтовой Это примерно два-три лестничных пролёта Фицерой догнал с мешком в руках Я как раз поднимал крышку люка Он вслед за мной выбрался на обзорную площадку «Взял!» — заверил он и добавил, глядя невинными глазами «Правда, свой мешок!» «У меня там ещё вино осталось!» «А на Рундельштотта оставлять нельзя!» «Я ему не доверяю!» «Свинья!» — сказал я «Не превратит он твоё вино в воду!» «Не превратит!» Он развязал мешок Я быстро вытащил и собрал винтовку Тяжёлую и громоздкую Вот бы ещё научиться её создавать Но это вряд ли Слишком сложно Фицерой следил взглядом за драконом в оранжевом небе «В городе теплее!» — определил он «Потому эта тварь на восходящих ходит Даже крыльями не шевелит Скотина ленивая Сейчас зашевелит, — пообещал я И крыльями, и лапами» Он с жадным интересом смотрел, как я щёлкнул коробкой с патронами И начал ловить дракона в прицел Тот в самом деле неподвижно висит в небе «Идеальная цель!» Но руки мои подрагивают Снайперская винтовка тяжелее связки утюгов Фицерой всё понял Подставил спину «Обопрись!» «Хорошая идея!» — сказал я с облегчением «А я думал, ты только красивый!» «Ещё и нарядный!» — напомнил он «Теперь не дыши!» — велел я Он не ответил Дыхание задержал, чтобы не шевелиться А я поймал в прицел фигурку с растопыренными крыльями И легонько нажал на спуск Дракон парит, как ни в чём не бывало Я тут же повторил выстрел А потом ещё Выстрелил дважды Но только после третьего дракон зёрнулся И начал косо уходить в сторону Я выстрелил ещё и ещё Дракон задёргался и часто взмахивая крыльями Как пытающаяся лететь худая курица Пошёл в сторону леса Крылья от чрезмерных усилий начали заламываться Мне даже почудилось, что в левом то ли перебита кость То ли переломилась от перегрузки Фицрой прошептал «Ты его ранил!» Я снял с его спины винтовку Он расправил плечи, посмотрел на меня Потом вслед улетающему дракону «Нет у меня ЗРК!» Сказал я мстительно «Этого крылатого гада разнесло бы всем на потеху Так что собаки за кишки дрались бы по всему городу «А сколько алмазной чешуи бы посыпалось!» Добавил Фицрой «Хотя это не боевой дракон Те покрыты с головы до ног Но у таких тоже есть на ногах Как у петухов и кур» Я сложил винтовку, убрал в мешок и сунул ему в руки «Возвращайся допивать, но не увлекайся Тебе еще своих ледей посещать, а то обидится» «Я вольная птица», — заявил он гордо «Это ты не попадись» Пока спускались, он рассказывал, какие у него наметки насчет глярдесс Потом вдвинулся в покой Рундельштотте А я сбежал вниз, где гвардейцы встретили меня восторженными воплями «Глярд, это вы!» — заявили протест «Как он драпал, как он драпал!» Я ответил скромно «В следующий раз крылья оборву, как мухи» «Вы мухам крылья в детстве обрывали?» «Нет» «А как же тогда стали профессиональными военными?» «В общем, нечего ему тут, как у себя» «Если что, зовите» «Не будут крылья черные над Родиной летать» Они выпрямились, глядя мимо меня В нашу сторону спешит Мяфнер Очень взволнованный, обеспокоенный и отдувающийся после быстрого шага Моя снайперская в мешке, а мешок у Фицероя Так что Мяфнер сперва посмотрел на мои свободные руки Потом вгляделся в мое лицо «Вам удалось его отогнать, или он сам улетел» «Не смеют крылья черные над Родиной летать» Повторил я «Если драконы в самом деле огромная ценность, то больше здесь не покажутся» «Как мне кажется, по моему скромному мнению» Он чуть наклонил голову, одновременно делая с таким изяществом жест в сторону главного корпуса Словно это приглашение, а не приказ лорда-канцлера «Глярд, я только что оттуда», — ответил я и добавил многозначительно «От королевы» «Знаю», — сказал он «Однако ситуации не позволяет, скорее требует И очень даже, хотя и не Я доступно излагаю?» «Весьма», — заверил я с восторгом «Обожаю язык дипломатии и учусь ему со всем рвением души и фибров» Пока спешили в главный корпус, а потом по залам, к нам, как металлические опилки, тянулись прогуливающиеся в залах придворные А дракони еще ничего не слышали, даже издали сворачивают, чтобы попасться по дороге и поклониться, свидетельствуя что-то такое, им нужное или ритуальное Мяфнер почти никому не отвечает даже милостивым наклонением головы А я тем более смотрю вперед бесстыжими глазами простолюдина и демократа Так вошли в здание, Мяфнер сказал непривычно строго, не сбавляя шага и не поворачивая головы «Глерт, дело гораздо серьезнее, чем мы полагали» «Да уж вижу», — буркнул я Он не удержался, на ходу всплеснул ручками, превращаясь в прежнего Мяфнера «Вы даже и не представляете Если бы дракон из Уламрии, то это еще было бы понятно Но на нем упряжь с гербом Аполосы Наши часовые рассмотрели отчетливо Хорошее зрение, — одобрил я Он кивнул «В часовые на башне отбирают только таких» «И что это значит?» — спросил я «Что дракон не из Уламрии» «Есть предположение, — сказал он с испугом Что королевство Аполоса тайно помогает Уламрии Раньше это казалось немыслимо в силу ряда очевидных и не совсем очевидных причин Но теперь, когда этот дракон Может быть, у них даже договор подписан о совместных действиях У Аполосы и Уламрии Тогда мы пропали Это два сильнейших королевства Обычно они враждовали Но сейчас уж и не знаю, что на них нашло Он указал на ступени широкой лестницы Но я остановился Покачал головой Глерт, канцлер, мне нужно в королевскую библиотеку Если вас не очень затруднит, скажите коротко, в чем проблема Я же человек простой, простодушный Извините мою безманерность На этом книжка подошла к концу Это был ознакомительный отрывок Полную версию книги вы можете скачать или прослушать онлайн Перейдя по ссылке в описании под видео Достаточно зарегистрироваться И вуаля, книжка у вас И помните, авторы, декламаторы, редакторы Тоже люди Они тоже хотят кушать И на добровольных началах К сожалению, в наше нелегкое время Работать фактически нереально Особенно качественно Поэтому, ребята, поддержите Как минимум автора и декламатора Купив лицензионную книгу Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому